В Оренбурге состоялось открытое первенство области по художественной гимнастике «Серебряная лента». Как и все спортивные мероприятия последних дней, турнир начался с минуты молчания в память о кемеровской трагедии. Соревнования проходили в течение двух дней. Первый был посвящен одиночницам. На следующий день проходили соревнования в группах. Турнир получился масштабный. В нем приняли участие 480 спортсменок. Статус открытого позволил пригласить гимнасток из Уфы и Москвы, Екатеринбурга и Тюмени, Сочи и Самары. Были даже гости из соседнего Казахстана – Актабе и Байконура. С каждым стартом довольно молодой для нашей области вид спорта растет в качестве. Увеличивается и количество, конечно же, участниц соревнований географии. То есть прибавляется все больше и больше городов, которые принимают участие в этих соревнованиях. Если год назад где-то Оренбург еще мог сдавать позицию, то сейчас они уже на равных борются с соперницами из других городов и областей. Областной федерации художественной гимнастики всего два года. Но, как и везде по стране, этот спорт пользуется высокой популярностью. Сейчас секции работают в трех залах. Наши совсем юные звездочки выступают и небезуспешно на всероссийских турнирах в других городах. В Оренбурге с юными спортсменками работают авторитетные наставники. Видя интерес и результаты в нашем регионе, Всероссийская Федерация откомандировала сюда тренера из Москвы. Предполагается дальнейшее сотрудничество. На данный момент в моей команде работает пять человек. Девочки работают в две бригады. Первая бригада, которая стоит старший тренер Оренбургской области, это Фатхудина Валерия Рафаэльевна, мастер спорта России по художественной гимнастике. Также двукратная чемпионка России Кошелева Александра Евгеньевна, которая именно от Москвы. Мы ожидаем, что в ближайшее время еще два тренера будет с Москвы, которые будут работать с нашими детками. На минувшем первенстве оренбурженки завоевали россыпь медалей, в том числе и золотых. Итоги в нашем следующем спортивном выпуске. Матч 30-го тура чемпионата футбольной национальной лиги Оренбург «Томь» легким не ожидался. В первом круге, в Сибири, соперники разошлись нулевой ничьей. Сейчас-то мячи находятся в зоне вылета и должны зубами вгрызаться в результат. В выходной день без малого три тысячи болельщиков собрались на трибунах стадиона «Газовик» и, думается, после матча расходились в явно приподнятом настроении. Оренбургская команда продемонстрировала мощный и красивый футбол. С первых же минут хозяева стали оказывать серьезное давление на ворота гостей. В центре поля игрой дирижировали Бреев с Поповичем. Традиционно активны были Малых и Сутармин. Отлично впереди действовал Козлов. Ну это, я думаю, наш лучший матч был в сезоне. Я думаю, и по игре, и по счету все удавалось, ну, получалось. Ну, даже могли больше забить. Переживаешь, что сам не забиваешь? Или получается, партнерам отдавать тоже пойдет? Ну, как-то второстепенный момент. Ну, пока, видите, мяч не долетает. Пока, как бы, есть. Ну, работаем над этим, чтобы забью свои мячи. А так, самое главное, пока выигрывает. На пятнадцатой минуте Оренбург открыл счет. После удара Поповича Рикошет подкараулил Терехов и ударил самую девятку. Еще красивее получился второй гол. Козлов в углу штрафной дождался Андрея Малых, отдал ему на ход, а завершил трехходовку Сутармин выстрелом в угол. Вратарь даже не дернулся. После перерыва картина игры не поменялась. Томичи за весь матч не смогли загрузить нашего вратаря работой. За 90 минут всего один удар, да и тот мимо. А хозяева в концовке сделали счет крупным. При навесе с углового защитник Томи вроде бы свалил Мантова, дожидаться судейского свистка, подхватил мяч и изящно переиграл вратаря. Счет 3-0 реально отразил соотношение сил на поле. Мы, ну, наверное, особенно в первом тайме, да и в втором, достаточно ненадежно и очень с большими грубейшими ошибками играли в обороне. Наше отношение к игре было великолепным в том плане, что мы показали хорошее движение, хорошее взаимодействие, хороший прессинг, то, что в первом тайме не дали сопернику продохнуть, не дали создать ничего у наших ворот, создали много красивых комбинаций. Интрига в верхней части таблицы достигла апогея. Единоличный лидер Енисея совершенно неожиданно дома проиграл Кубани 0-2. С таким же счетом крылья Советов выиграли в Тамбове. И теперь красноярцы лишь на очко опережают дышащих в спину оренбуржцев и самарцев. В следующем туре наши играют в гостях с Химками. Енисей едет во Владивосток, а у крылышек спартаковская неделя. В среду матч Соснова и Красно-Белых на Кубок. В субботу встреча со Спартаком-2. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова